Этой темой мы занимаемся уже давно достаточно, ну как минимум года три, и в рамках этой темы вот мы иногда задаемся вопросом и пытаемся как-то на него ответить. Вопрос связанный с тем, а действительно ли развитие IT-сектора в экономике и может быть более широко там высокотехнологичных и высокопроизводительных секторов приводит к тому, что вымывается часть рабочих мест высокооплачиваемых и формируется такой сектор большой достаточно низкооплачиваемых рабочих мест, требующих низкой квалификации. Собственно, такая ситуация была характерна для ряда крупных городов Америки, таких как, например, Лос-Анджелес или Нью-Йорк, где последние 30 лет происходило активное вымывание промышленного сектора из экономики этих крупных городов, соответственно, сокращалась занятость в этих секторах. Приходили крупные IT-гиганты и образовывалась ситуация, когда, соответственно, вокруг этого сектора образовывался маленький круг высокооплачиваемых рабочих мест, в основном в сфере образования, в сфере медицины и достаточно широкий пласт рабочих мест, требующих, соответственно, низкой квалификации, в основном в сфере обслуживания, то есть это были нянечки, прачечные сферы услуг, связанные со сферой питания и так далее. Вот мы так или иначе на эту ситуацию иногда смотрим и пытаемся ответить, действительно ли это будущее нас ожидает, нас в мире или в отдельных странах, или это свойственно отдельным городам и регионам. Я в своем докладе не берусь ответить на этот вопрос, но мне кажется, что какой-то маленький кирпич, это в общем объеме исследований на эту тему, это может быть. И хочу начать с небольшого такого анализа американских данных, связанных с полными затратами труда в американской экономике. Почему американской? Потому что там достаточно большой пласт статистики, посвященный этой сфере, и опубликованы в окрытом доступе вот эти матрицы полных затрат труда, которые отражают взаимосвязанность, межотраслевую взаимосвязанность рабочих мест в экономике. И эти матрицы, эти данные представлены за длительный промежуток времени. С 1997 по 2018 год они выполнены в сопоставимой методике, то есть эти данные можно сопоставлять друг с другом, что тоже очень ценно. Они достаточно детализированы, то есть в разрезе 205 отраслей, то есть это большой массив данных. И следует о них сказать следующее, что об их назначении. Во-первых, эти таблицы сами по себе представляют большой материал, аналитический материал для того, чтобы изучать межотраслевые затраты труда в экономике, как в статике, так и в динамике. Во-вторых, как написано в описании к этим таблицам, они разрабатываются для анализа влияния различных расходов экономики на занятость. То есть таблицы эти предоставляют информацию для оценки влияния изменений в конечном спросе в отраслях на занятость не только в этих отраслях, но и в смежных. И третье важное тоже направление использования этих таблиц, это они являются основой ежегодного прогноза занятости на национальном уровне, который ежегодно разрабатывается Бюро статистики труда на 10-летний период. Сразу оговорюсь, что при анализе этих таблиц следует понимать, что в основе их расчета лежит только две вещи. Это сама структура промежуточных затрат в отраслях экономики и второй показатель – это уровень отраслевых трудоемкостей. Собственно, больше в эти данные ничего не закладывается. Ну и поскольку мы поставили вот такой вопрос в начале исследования, то и поскольку размерность этих матриц достаточно высокая, еще раз повторюсь, там 205 отраслей, понятно, что это большой массив данных, как бы логично их как-то структурировать. И вот мы их поделили на три, собственно, большие группы. Это высокотехнологичные виды деятельности, среднетехнологичные и наукоемкие виды деятельности. Собственно, это международная классификация, которая используется и у нас. И далее я представлю по трем этим группам отраслей два всего лишь показателя. И то, как эти показатели изменяются во времени. Первый показатель – это количество рабочих мест в смежных отраслях, которые продуцируют каждый из этих отраслей, входящих в ту или иную крупненную группу. И второй показатель – это то, как распределяются эти рабочие места по смежным отраслям. Значит, на этом слайде представлены сгруппированные отрасли высокотехнологичные виды деятельности. Значит, к ним было отнесено 8 отраслей. Соответственно, на левом графике представлен 2000 год, на правом – 2018 год. Значит, на линии отражено, собственно, вот показатель этого коэффициента мультиплицирования рабочих мест этими отраслями в смежных. А цветные столбики отражают, как распределяется эта структура мест по смежным отраслям. Значит, из 8 видов деятельности в 2000 году всего 3 мультиплицировало меньше рабочих мест, чем в самих этих отраслях было занято людей. Видно, значит, отметка 100, черные линии. Ну и как распределялись эти смежные рабочие места? Где-то от 25 до 50% они были сосредоточены в сфере производства. К 2018 году можно увидеть, что вот эта способность, условно так, продуцировать рабочие места в смежных отраслях, она фактически для всех входящих отраслей в эту группу, высокотехнологичные виды деятельности, она снизилась по сравнению с 2000 годом. И также визуально даже видно, что доля производства в этих вот смежных отраслях, она снизилась, уступив, увеличилась зато доля профессиональных научных и технических услуг, увеличилась доля управленческая компонента. Ну, так вот визуально, пожалуй, все. Следующая группа — это средне-технологические высокого уровня вида деятельности, к ним было отнесено 14 отраслей, и по ним видно, значит, если мы посмотрим 2000 год, что коэффициент мультиплицирования для большинства из них превышает отметку 100, то есть эти отрасли достаточно хорошо продуцируют рабочие места вот в соседних отраслях, то есть или обуславливают рабочие места в соседних отраслях. И также видно, что в структуре распределения этих рабочих мест в смежных отраслях тоже высокая доля отводится в сфере производства, сосредоточены эти смежные рабочие места. К 2018 году, ну, в среднем можно сказать, что по этой группе отраслей вот этот коэффициент мультиплицирования не поменялся, ну, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, может быть, но в среднем можно сказать, что приблизительно остался на уровне 2000 года, но также мы видим, что вот эти зелененькие столбики, они подсократились по сравнению с 2000 годом, опять же увеличилась доля профессиональных, научных и технических услуг, увеличилась транспортировка и хранение. И последняя группа отраслей – это наукоемкие виды деятельности, значит, к ним было отнесено 30 видов экономической деятельности, и здесь про них можно сказать только то, что в 2000 году только треть из них продуцировала рабочие места, вот в основной, в остальной экономике, а 20, как бы были более, в них рабочие места были больше сосредоточены, чем они обуславливали рабочие места в смежных отраслях. И опять же визуально видно, даже по сравнению с предыдущими двумя вот угрупненными группами, что эти рабочие места, доля производства в структуре вот этих смежных рабочих мест, она меньше по сравнению вот с двумя другими угрупненными группами. И к 2018 году эта доля еще стала меньше. А вот коэффициент мультиплицирования фактически не поменялся, зато опять же увеличилась нам доля транспортировки и хранения, профессиональных услуг и управленческих компонентов, это там зелененькие, столбики и красные. Ну вот, резюмируя, как бы такой очень общий анализ, показал, что в принципе эти группы отраслей отличаются друг от друга, как по способности вот продуцировать рабочие места в экономике, так и по их распределению в других отраслях, как эти рабочие места распределены. Но понятно, что это такой совершенно первичный анализ, и что в вопросе межотраслевой занятости важно не только и не столько количество и отраслевая структура мультиплицируемых рабочих мест, а важно как бы их качество. И поэтому в перспективе было бы интересно посмотреть, как вот, например, на квалификационный состав американской рабочей силы и как она распределяется по отраслям, чтобы понять, какие, собственно, рабочие места, какого уровня квалификации продуцируются вот этими вот тремя укрупненными группами отраслей, там высокая, средняя и нукоемкими видами деятельности. Тогда можно было бы приблизиться к ответу на вопрос, который изначально был поставлен. И второй важный момент, что интересно было бы посмотреть в перспективе, а как оценить каким-то образом мультипликаторы трудовых доходов, то есть как влияла трансформация отраслевой структуры рабочих мест в межных отраслях на трудовые доходы рабочей силы. Соответственно, здесь на этом слайде представлены проблемы при оценке прямых и полных затрат труда, которые описаны в документе, который прилагается к этим матрицам, что будьте внимательны, имейте в виду при анализе этих коэффициентов. Такие-то проблемы, на самом деле, они свойственны и российской статистике, но, честно сказать, не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Вот, ну, мы эти вопросы, влияние структуры экономики на рабочие места, на рынок труда, на их квалификационный состав, на распределение трудовых доходов и влияние квалификационной структуры рабочих мест на экономическую динамику, мы этими вопросами занимались и публиковали статьи на этой теме. Ну, вот, наверное, самая большая проблема, она связана с тем, что в основном большая часть вот этих исследований проводилась на укропненных межотраслевых балансах российских, и, в частности, вот на этом слайде представлены оценки прямых и косвенных трудоемкостей для 19 укропненных отраслей, а также представлен вот этот вот коэффициент мультиплицирования рабочих мест в смежных отраслях на 100 рабочих мест в отрасли. Видно даже из такой агрегации, что рабочие места в секторе услуг, вообще, во-первых, сам сектор услуга достаточно трудоемкий, но этот сектор продуцирует меньше или малое количество рабочих мест в смежных отраслях, в отличие от реального сектора экономики, который сам по себе является менее трудоемким и обладает большей способностью мультиплицировать рабочие места в других зависящих от него секторах. Ну, если попробовать использовать такой же подход и расчеты, вот как были представлены для американской экономики, для российской, и попробовать провести те же самые оценки для более детализированных, на базе более детализированных межотраслевых балансов, то у нас вот такая возможность есть. Хотя там в этих балансах, которые представлены там с достаточно длительным промежуток времени, но их разрез — это 44 видов экономической деятельности. Ну, вот тоже попыталась разделить группы отраслей на высокотехнологичные, средние и наукоемкие виды деятельности и вот посчитать по этим группам отраслей коэффициент мультиплицирования. Видно, что только для среднетехнологичных высокого уровня видов деятельности коэффициент мультиплицирования вот и в 2000 и в 2017 году выше отметки 100, то есть продуцирует больше рабочих мест. В условной группе высокотехнологичные виды деятельности значение коэффициента снизилось и вообще оно меньше 100. В наукоемких видах деятельности чуть-чуть повысилось в 2017 году по сравнению с 2000, но тем не менее, опять же, тоже эти сектора не обладают высоким потенциалом продуцировать рабочие места в экономике. Ну и также, как и про предыдущие слайды, можно сказать, что здесь тоже требуется такой более подробный анализ не только количества, но и качества вот этих вот продуцируемых рабочих мест. И дальше мне хочется выдвинуть гипотезу, которую я, наверное, не опасную, не докажу здесь, но приведу ряд, два аргумента в пользу, возможно, ее как бы правильности или неправильности, не знаю, как сказать. Но гипотеза состоит в том, что низкоквалифицированные, низкоплачиваемые рабочие места в экономике продуцируются не самим IT-сектором, или более широко, наукоемкими, высоко- или среднетехнологичными секторами, они порождаются и поддерживаются структурой расходов населения, которая, соответственно, дифференцирована по уровню доходов. То есть эффект поддержки низкоквалифицированных и низкоплачиваемых рабочих мест порождается не структурой, как таковой самой экономики, а индуцированными эффектами конечных расходов в экономике. Вот на правой картинке представлен, собственно, подход, который может быть на базе межстраслевого баланса, который может быть как-то оценен. Значит, в третьем квадранте присутствует рабочая сила разного уровня квалификации, соответственно, разного уровня доходов трудовых, которые реализуют свои расходы, попадая в разные децентральные группы, поскольку имеют разный уровень доходов. Соответственно, разная структура расходов влияет на структуру и выпуск самих отраслей. Собственно, такой получается круг. Ну, понятно, что это слайд от Вадима Потапенко, не буду на нем тоже подробно останавливаться, но понятно, что структура расходов в разных децентральных группах она разная. Вот, и более низкие децентральные группы сильно отличаются по структуре расходов от верхних децентральных групп. И вот в связи с выдвинутой гипотезой хочу продемонстрировать два результата, которые были обсчитаны и опубликованы в статье совместной с Александром Александровичем и Алсуров-Гатовной в проблемах прогнозирования в 2022 году. Значит, что отражено на этом слайде? На слайде отражена потребность в увеличении выпуска отраслей при росте на единицу потребительских расходов в каждой из децентральных групп домашних хозяйств. Соответственно, внизу от нижняя децель, вверху верхняя децель. И это на слайде представлено не абсолютно, их там практически не видно, а значение как отклонение от среднего по децентральной группе в каждой отрасли. Ну, выборочно здесь представлены ряд отраслей. Видно, что в сельском хозяйстве выпуск больше определяется расходами вот в нижних децельных группах. Понятно, потому что в структуре их потребления доля продуктов питания составляет большую долю, чем в верхних децельных группах. В образовании здравоохранения выпуск определяется в большей степени расходами в верхних децельных группах. Соответственно, вот три последней отрасли здесь представлены. культуры, спорт, организации досуга развлечений, прочие виды услуги, гостиницы, предприятия общественного питания. Здесь мы также видим, что выпуск этих отраслей в большей степени зависит от расходов верхних децельных групп населения. То есть, рост расходов в верхних децельных группах, можно сказать, приводит к росту спроса и расширению предложений услуг. И на последнем слайде представлено, как влияет прирост конечного спроса в отраслях на фонд оплаты труда, который также дифференцирован в разрезе децельных групп. Те же самые отрасли. Внизу, опять же, нижний, вверху, верхний децель. И также представлено не абсолютное значение коэффициентов, а, опять же, отклонение от среднего внутри по децельным группам. Видно, что во всех этих отраслях сохраняется высокий разрыв между изменением трудовых доходов крайних децельных групп, нижних и верхних. То есть, в какой-то степени, я понимаю, что это анализ весьма, опять же, на укрупненных данных, там, на том же МОПе укрупнено до 19 видов экономической деятельности, но вот напрашивается какой-то такой вывод, что воспроизводится порочный круг, что дифференциация трудовых доходов населения порождает различную структуру потребления, которая, соответственно, провоцирует спрос на продукции и услуги различных отраслей, при котором рост которых поддерживает дифференциацию трудовых доходов населения. Ну, такой не очень радостный вывод, но, тем не менее, значит, можно как-то порассуждать о том, как выйти из этого круга. Если говорить о количественной и качественной компоненте, то в качестве качественных мер можно предложить это, тоже мы уже об этом писали и говорили, что необходимо изменять квалификационную структуру рабочей силы, повышать уровень ее квалификации, что, соответственно, будет сказываться на росте и трудовых доходов, и темпах экономического роста, и повышать производительность труда. Ну, и еще одна мера, которая тоже может обсуждаться, что первое распределение должно происходить первичных доходов в пользу более низкодоходных групп населения, что будет приводить с течением времени к изменению структуры потребления и повышением, соответственно, чрезвычайно по уровню жизни. Соответственно, чрезвычайно по уровню жизни. Спасибо. Александр Иванович, вопросы? У меня пока вопрос тогда. Вот когда вы приводили данные по экономике США, там учитывался каким-то образом импорт, то есть вы Матрикс брали общую или только для отечественного производства для США? Для отечественного. Там есть несколько матриц с импортной составляющей, безимпортной, но они предоставляют, как бы, эти и другие данные, но здесь был представлен анализ по отечественной структуре зарплаты. Спасибо. Легенд? Ну, надо осмыслить, конечно. Ну, тогда еще один вопрос на права квадрата. Нельзя ли вот ваш последний вывод как-то интерпретировать в контексте ловушки бедности? То есть у нас получается небольшое количество высоко, скажем так, получающих зарплату специалистов, значит, которые тратят в основном свои доходы на импортные товары, а вот та часть, которая внизу, в этой цельной группе, она, соответственно, слишком мало зарабатывает, чтобы как-то давать импульс для экономики. Вот насколько состоятельна такая логика? Ну, вот в тех результатах, которые я представила и которые следуют, там, у моих таких, может быть, точек поверхностных, еще раз говорю, я не претендуя на то, что эти результаты глубокие, там, и проработанные, для этого нужно более детализированный межстрасовый баланс, более детализированные данные по квалификационной структуре, по доходам, но вот такой вот действительно напрашивается, что, собственно, какой уровень, я это себя не буду повторять. То есть надо общий уровень, собственно говоря, квалификации, получается, нашей рабочей силы повышать. Ну, это вот. Как раз связка, может быть, с предыдущим докладом хорошая напрашивается. Хорошо, поблагодарим доклады, кубер, приятного аппетита.